В зале единоборств Наринмара прошел танцевальный поединок. На ринг поднялись хип-хоп танцоры Ниньского округа. О том, почему они оказались в столь необычном месте, в сюжете Елизаветы Кабановой. Это зажигательное выступление дало начало для танцевальных боев, по которым скучали не только танцоры, но и зрители. 20 участников выходили на ринг один на один. И создавалось ощущение настоящей борьбы. Мы долго ждали, когда разрешат присутствовать зрителям на мероприятиях. И подбирали дату таким образом, чтобы и количество участников было оптимальным. Никто не уехал на лето в отпуск. Поэтому вот как раз перед закрытием сезона мы решили провести мероприятие. Самыми первыми на батл вышли начинающие хип-хоп танцоры. Для многих участие в подобных мероприятиях было впервые. Подготовить хореографию невозможно. Заранее песни участникам были неизвестны. Это вызывало волнение и адреналин. Но главное – чувствовать ритм телом. А дальше оно все сделает за тебя. Я просто слушала музыку. Я понимала, что надо какие-то плавные движения делать. В основном я не знаю. Все как-то по-рэперски танцевали. Я как-то плавная. После малышей на ринг поднялись ребята, которых не пугает слово «батл» и которые чувствуют себя в этой атмосфере достаточно уверенно. Жюри батлов после 30-секундных импровизаций от участников выбирали понравившегося танцора. Поддержка зрителей давала ребятам прилив энергии. Даже несмотря на борьбу, на ринге все равно царила дружественная атмосфера. Каждый танцевал так, как чувствует. Сам батл его нельзя научить. Это импровизация человека. И каждый человек танцует по-разному. И ему дают, получается, настрой, направление куда-то, как нам сделал преподаватель наш. И дальше уже человек сам в этом развивается. По-своему его переделывает, свои фишки вставляет. И получается уже импровизация полная. После была номинация «All Styles», в которой ребята должны были продемонстрировать разные стили. Например, вакинг или локинг. В этой номинации победу одержала Александра Гусарова. Многие ребята выезжают не только на всероссийские, но и на международные соревнования. А такие батлы в родном регионе позволяют не забывать эту атмосферу и улучшать свои навыки.